Это Иннок Иван Тимофеев, это первый житель Енисейска, куда приплыли наши казаки на кочах, на стругах. И вот когда они высадились на берег, увидели дымок на противоположной стороне. И когда переплыли на тот берег, где вот сейчас город Енисейск, там непосредственно вышел и встретил вот этот человек. Строгий вид и священное писание в руках. Так Константин Зинич изобразил одного из героев своей новой скульптурной композиции. Иннок Иван Тимофеев был реальным человеком, паломником, который жил в 17 веке. Его образ мастер создавал по древним описаниям. Уверялась, каждая деталь одежды, чтобы все было достоверно, даже приглашали историков и митрополита Пантелеимона. Даже обувь какая была, кожаная обувь, и не твердая там, скажем, а тоже кожаная, потверже, и они все-таки обтекаемы были. То есть они все посмотрели, одобрали, все так, как и было? После того, как они сказали «да», естественно, мы уже на формовку запускаем. Это пока модель из глины. А вот так будет выглядеть вся скульптура. Позади Иннока основатель Енисейска. Сын боярина Петр Албычев с указом об основании Острога. И стрелецкий сотник Черкас Рукин, держащий Харук. Бронзовые скульптуры будут высотой 2,5 метра, когда их установят на постамент, около 5 метров. Константин Зинич говорит, изначально хотели сделать гранитное основание. Но когда узнали, что в фундаменте древних енисейских церквей археологи находят булыжники, решили поставить каждую фигуру на камни. Уже нашли подходящий в Саяногорске. Памятник планируют открыть в конце июля. Это будет подарок Енисейску к 400-летнему юбилею, который город отметит в 2019 году. А пока в мастерской идет процесс формовки. Как раз это нижняя часть скульптуры Инока из воска. Внутри она заполнена формовочной массой, которая состоит из песка, кислоты и смолы. Затем специалисты снимут этот воск, разберут затвердевшую массу, снова ее соберут, чтобы здесь отлить в бронзе. Вся композиция памяти будет стоять на берегу, на набережной, там, где паром. И окружение, вот все, что там, попытаемся тоже какие-то внести коррективы в сегодняшнюю ситуацию. Возможно, там, вроде как, есть предложение облагородить сам вход, бетонные вот эти стены как-то облагораживать какой-то ковкой. Какие-то еще булыжники можете тоже поставить. Создать вот эту атмосферу того времени. Кстати, процесс создания скульптур очень трудоемкий. Внутри все памятники полые. Вопреки представлению обывателей, отливаются не целиком, а по частям. А затем собираются, как конструкторы свариваются. А перед этим художник делает множество эскизов и моделей в разную величину. Есть одна хитрость. Когда уже готов каркас, он заполняется бутылками, чтобы сделать конструкцию легче и уменьшить расход глины. Кстати, это скульптурная композиция Александра Суворов на коне. Она должна была находиться в сквере в районе цирка. Но, к сожалению, у заказчика закончились деньги. И сейчас она вот в таком незавершенном виде стоит в мастерской у скульптора. Константин Зинич сейчас работает еще над несколькими скульптурами. Одна из них, боевая тройка, будет установлена в столице края за торговым центром Красноярья. Она изображает представителей разных спецподразделений. Фигуры бойцов будут небольшими с человеческий рост, чтобы подчеркнуть, что они такие же, как обычные люди. Открыть памятник планируют в августе. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова